Основной задачей сухих гидрокостюмов является защита тела дайвера от внешних воздействий. Мировые производители выпускают несколько типов сухих гидрокостюмов. Один из них это мембранный тип. К мембранным относятся резиновые костюмы, которые производятся в основном для промышленных водолазных работ. Биламинатные костюмы это двухструктурный материал и триламинатные костюмы трехструктурный материал. И неопреновые сухие гидрокостюмы, которые делаются из обычного вспененного неопрена. Они очень похожи внешне на мокрые гидрокостюмы. Появился новый материал, так называемый компрессионный неопрен. В нем разрушены воздушные пространства. Он более плотный по отношению к обычному неопрену, более тонкий и сохраняет всю ту же термозащиту. К слову сказать, мембранные костюмы не выполняют термозащитные функции, поэтому под них предусмотрено использование различных типов утеплителей под костюм. Неопреновые костюмы ввиду структуры материала являются термозащитными, но тем не менее используются тоже с определенными типами утеплителей. Особенность, которую привыкли различать дайверы, это значительная повышенная плавучесть сухих неопреновых костюмов по отношению к мембранным. Основными представителями три ламинатных костюма являются производитель Аквалунг, сухой костюм Трайлайт, производитель Уайтс, линейка Фьюжн, перед нами Билламинат, и классический неопреновый костюм, 8-мм костюм Аквалунг Арктик Сёкл. Канадский производитель Уайтс представляет серию двухслойных сухих костюмов Фьюжн. Основной слой представляет собой Билламинат 210 Милитари. Он используется также в производстве сухих костюмов для промышленного, военного назначения. Внешний слой Скин, иногда мы это называем Шкура, это стретч-оболочка различной конструкции. Особенности и преимущества данной конструкции костюмов, это в первую очередь повышенная прочность основного слоя. Тем не менее, это подвижность, наверное, равнозначная поведению дайвера в мокром костюме. Размерная линейка настолько широка, что позволяет подобрать костюм под дайвера любой нестандартной фигуры. Например, перед нами очень высокий и худой человек. Стандартную линейку костюмов нельзя было бы подобрать, чтобы это было комфортно для него. В нашем случае мы можем взять просто большой размер костюма, который подошел бы ему по росту. А его некомфортная ширина будет компенсирована утягивающим слоем стретч-материала. То же самое мы могли бы сказать, если бы речь шла о чрезмерной ширине или полноте, и рост был бы недостаточный. Лайкро, неопрен или комбинация данных материалов сумела бы сгладить один из нестандартных параметров. Тем не менее, шкура не снимается после погружений. Мы можем считать, что первый и второй слой это одно целое. Выходя из воды, мы сушим, проводим различные профилактические действия с этим костюмом, не снимая шкуры. Еще одно преимущество данной группы костюмов. Они могут быть использованы не только в холодной воде, хотя их прямое назначение использование в холодной воде. Они могут использоваться в умеренных широтах, в теплой воде в том числе. И, собственно, они во многом похожи на использование мокрого костюма. В заключении хотел бы сказать, что данная группа костюмов комплектуется производителем системы SLT SEAL LOGTECH. Иногда мы называем это кольцами. И в дальнейшем я расскажу вам об этой системе, что позволяет, собственно, заменять вышедшие из строя манжеты без помощи специалиста в течение 1-2 минут. Представляю вам линейку костюмов FUSION. Один из них это FUSION SPORT. Скин или шкура представляет собой лайкро. В местах колен защитный материал, стрейч материал, усиленной прочности, прорезиненная ткань. Следующая серия – костюм серии TEG или TECHNICAL. Здесь шкура 1-миллиметровый неопрен с усиленными коленями и с карманами. Обратите внимание на конструкцию карманов. Бедренные накладные карманы версии TEG. Весьма вместимые, как вы можете заметить. Сделанные из 2-миллиметрового неопрена. Имеется клапан для слива воды. Следующая версия – флагман серии FUSION. Это конструкция BULLET. Представляет собой шкуру их из 2-миллиметрового неопрена. Усиленную в бедрах специальным материалом. Усиленную в коленях. Имеющую также карман и, правда, несколько иной конфигурации. Бедренный накладной карман костюма серии BULLET. Выполнен из неопрена усиленного тканью. Имеет функцию расширения при необходимости. Имеет также клапан слива воды. И, как вы видите, у костюма BULLET. Бедренная часть также усилена специальным материалом. В 2013 году Уайтс выпустил бюджетную версию FUSION. Она называется FUSION ONE. Шкура представляет собой комбинацию лайкры. 1-миллиметрового неопрена. Защитных накладок в области колен и голени. И, в отличие от предыдущих трех версий, молния, как вы видите, у него находится сзади. Это значительно удешевило производство костюма. И сделало его бюджетным. Самым бюджетным в линейке серии FUSION. Сохранением, безусловно, всех полезных и важных функций данного костюма. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok